Однозначный вердикт, твой незавидующий отделением таракальной хирургии Брестской областной больницы Ростислав Бауфалик своему пациенту Владимиру Раку. Жить и жить полноценно. Ведь после успешно проведенной аутотрансплантации легкого другого не дано. Сегодня на девятый день после операции Владимир Владимирович уверенно передвигается. С первого взгляда и не скажет, что буквально несколько недель назад ему требовалась настолько серьезная операция. Боль немного была до Нового года. Ну так чуть покалывало. Ну там думал же, надо было мне прийти в шиферскую комиссию, так как я работаю водителем. Ну думаю, пройду сейчас комиссию. Ну как попал в поликлинику. Все. Поликлиника. И сюда. Сразу. То есть вас направили сразу в больницу, да? Ну да. Сразу в онкологию, с онкологией. Ну как по этапу, как всегда. Анализы и все. Потом обнаружилось это все здесь. Как вы себя чувствуете в первом вопросе? Отлично. Хорошо, да? Да. Честное слово. Ничего не беспокоит? Нет. Вообще было страшно перед операцией? Нет. Не знаю, как кому. У меня допустим нет. Это первая операция по аутотрансплантации легкого, проведенная в Брестском регионе. В прошлом году в областной больнице была проведена трансплантация легочной артерии. Пациент живет и здравствует. Востребованность подобных оперативных вмешательств достаточно велика в год. Таракальных операций различной степени сложности проводится порядка 600. К сожалению, белорусы пока еще ведут не совсем здоровый образ жизни. Сказывается и влияние чернобыльской трагедии. Мы выполняем все, что можно. В том числе и вот такую операцию, которую вы сегодня слышали и видели. В том году мы выполнили три. Аутотрансплантации легочной артерии. Это альтернатива операции аутотрансплантации легкого. Она проще. Не нужно убирать легкое. Не нужно лишать себя кровообращения. И в то же время при запущенной форме мы имеем возможность заместить пораженные, так сказать, органы легочной артерии донорским протезом. Эта операция выгодна также тем, от пересадки любого другого органа, что она не требует иммуносупрессивной терапии. В конце января появилось донорское сердце для больного, страдающего сердечным недугом. Молодой человек в течение года наблюдался в Республиканском научно-практическом центре кардиология. Как в народе говорят, у пациента было бычье сердце. В августе прошлого года ему провели корригирующую операцию – биопротезирование метрального клапана, чтобы больной имел возможность дожить до трансплантации. Когда появился донор, операцию провели незамедлительно. Брестская команда, не дожидаясь утра, ночью приступила к операции под руководством известного кардиохирурга Юрия Островского. За два года работы отделения трансплантологии в Брестской областной больнице проведено 144 пересадки почек, две печени, роговицы, легочная артерия и аорты. Сегодня мы уже говорим о пересадке сердца. Это успех. Ведь только в нашем регионе этой спасительной операции ожидают 9 человек. Жизнь показывает, чем выше уровень операций, чем выше уровень помощи пациентам, тем выше уровень и врачебного состава, медицинского состава. То есть мы говорим о том, что поднимая технологии, поднимая уровень, мы и улучшаем качество оказания медицинской помощи нашему населению. Вот как бы основная цель всех этих операций, в том числе и трансплантации. В этом году, так получилось, мы уже сделали 5 операций по пересадке почки, одну операцию по пересадке печени и одну операцию по пересадке сердца, и одну ауто трансплантации легкого. Ну это, мы к этому шли, мы стремились к этому, мы подтягивали все вспомогательные службы, диагностические службы, ну и, естественно, повышали уровень образованности наших врачей. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.